Всем доброго времени суток! На улице дождь и слякоть, а ТВ-шка на лыжах. Осень наступила, она вытащила летнее платье. Балкон открыт, сидит босая и мерзнет. Сверху накинула куртку. Человек элементарно не может грамотно одеться по погоде. Летом ходила в осенних туфлях. Осень наступила, она стала носить сандалии. Кому тепло, так это Наде. ТВ сама отдала ей самое теплое место в квартире, на кухне, у газплиты. Самвел не успел зайти на порог, Надя уже наливает ему супчик. Вечером она его кормила картофельным пюре, а утром уже придумала, что из остатков приготовить. Сделала типа зраз. И тут у Самвела диета и закончилась. Надя еще не закончила сервировать стол особо, он уже все спылесосил. Вкусно Надя готовит, не то что мама. Не может он себе в этом отказать. ТВ-шка тут же рядом, крутится, слюной брыжет. Но если уж нельзя попробовать, то хотя бы понюхать ей, ведь никто не может запретить. Надя уезжает. ТВ, как обычно, провожает. В прошлый раз кто-то из зрителей написал, что она поехала убедиться в том, что Надя действительно уехала. Думаю, что зерно логики в этом присутствует. Иначе чем объяснить эти ее постоянные поездки? Сказать, что она любит Надю до такой степени, что жить без нее не может, души в ней не чает. И поэтому едет сейчас, чтобы побыть, ну, хоть еще чуть-чуточку с любимой подругой? Нет, такого не скажешь. Еще, возможно, она едет потому, чтобы посмотреть, сколько же Самвел отстегнет Наде за участие. Неужели, правда, Надя сейчас уедет и не приедет до самого Нового года? Если так случится, я очень сильно удивлюсь. Уже много раз было так, что Надя давала обещание, что она приедет через месяц на проверку. Помните, как это было в августе? По факту выходило, что приезжала она гораздо раньше. Неужели она в самом деле сможет выдержать эти два месяца? А Самвел еще как издевается. Говорит, Надя, приедешь в следующий раз к 8 марта. Но Татьяна Васильевна, я ее даже так назову, так как именно в этот момент она была более милосердна по отношению к Наде, чем к Самвел. Говорит, Надя приедет к Новому году. Надя, пойди, как услышала про 8 марта, у нее и сердце остановилось. Это ж полгода надо ждать. Как она жила без этой семьи всю жизнь? Обычно жизненный уклад, он же формируется, а у нее такое ощущение, будто ничего не сформировалось. Она так спокойно все там оставляет, приезжает и живет тут столько, ну пока не выгонят. Самвел, сидящий в машине, сообщает, что умерла их певица, которая проживала и умерла в их стране. Наде от этой информации стало от чего-то смешно. ТВ ржала от того, что умер Жириновский. Это смешно от смерти их же певицы. Ну и шо нам рубить, задала вопрос Наде. Но прежде всего перестать ржать, как ненормальное. Ничего не надо делать в этом случае. Вести себя надо, как человек, а не ржать, как скотина. Женщина на седьмом десятке не знает, как нужно себя вести в подобных случаях. Вот лучше бы промолчала, если она не знает, что говорить и делать. Потом стало понятно, почему Надя так себя повела. Когда Надя задала этот вопрос, Самвел с ехидством сказал, но все же должны высказаться по этому поводу. Я думаю, что, скорее всего, в комментариях люди написали о том, что он промолчал и ничего не сказал по поводу этой кончины. И они это без камеры уже обсудили. Говорить-то людям не о чем, кроме как читать комментарии и орать на зрителей. И не важно, включена камера в этот момент или нет. Вот этим вопросом Надя решила подыграть Самвелу. Не удивлюсь, если Надя вообще не поняла, о ком идет речь. Книг она не читает, фильмов нормальных не смотрит, передач никаких умных тоже не смотрит. Она подписана на три канала Самвела. Больше ее в этой жизни не интересует ничто. ТВ-шка в данной ситуации повела себя умнее. Сказала, это наша певица. Очень хорошая была женщина. Пела очень хорошие песни. Пусть земля ей будет пухом. А дальше и ТВ-шка отличилась. Сказала, как в поле, если они находили ямку, наливали в нее воду, оттуда выскакивал зверек. Она какое-то название сказала этого зверька. Не знаю, что за зверек, кого она имела в виду. Может быть, тушканчик какой-нибудь. Хаврошек, она сказала. Что за хаврошек. И вот этого зверька убивали. И теперь ТВ-шке стало смешно, когда она вспомнила, как все это происходило на самом деле. На вопрос Самвела, зачем вы это делали? Она в разумительного ответа дать так и не смогла. Кроме как, а зачем вы нужен цей зверек? Логика железная. Если она не знает, зачем он нужен или не нужен, значит, нужно убить. Вот то, что бабка-садистка по жизни, это понятно из того, как она избавлялась от своих домашних животных. Выбрасывала, не дрогнувшая рукой, где только приспичила ей. Когда Самвел стал шуршать купюрами, ТВ-шка мигом забыла. И про певицу, и про зверьков. Она начала усиленно считать деньги, с выражением лица, как у тетки из фильма «Зиты и Гиты». Надя тоже услышала этот приятный звук хрустящих купюр. Они, правда, новенькие. Видите, как они обе смотрят на руку Самвела? Усекли уже это все дело. Самвел заметил, как мать не сводила глаз денег, дал ей возможность посчитать их, держит в руках. А баба Таня, скорее всего, сидит и думает, а вдруг это мне предназначается, а не Наде? Почему он не передает их Наде? А он еще тянет эту минуту, держит в руках, держит и шуршит. Но, увы и ах. Самвел стал тянуть деньги Наде. Надя тут же стала отказываться. Вот учит их, в ТВ всех учит, а люди так и не учатся. Она же всегда говорит, дают, бери. Именно по такому принципу она и живет. Как она искривила лицо, когда поняла, что деньги Наде, а не ей. Вот поэтому она и не хочет, чтобы Надя приезжала. Слишком дорого она обходится. За продукты, за которые они, кстати, сейчас деньги Наде и отдают. Если Надя что-то привозит от себя, то это небольшой гостиниц. И он действительно небольшой, недорогой. А все остальное они оплачивают. А зарплату Надя получает очень хорошую за все эти визиты и съемку. Не разглядела я, то ли 4 тысячи он ей дал, то ли 5. В любом случае, хорошо. Надя стала предлагать эти деньги ТВшке. А она их не взяла, а сказала, давали не мне. Только я успела сказать, что ТВшка живет по принципу, дают, бери. И тут она сплоховала. Ну, мало ли, что Самвел дал деньги Наде. А Надя решила дать ТВшке. Баба Таня, надо было брать. А что это у него за фокус такой начался с этими деньгами? Если он раньше ей их давал, то это не снималось на камеру. А сейчас уже второй или даже третий визит. А может быть, даже и больше. Надя получает деньги на камеру. Самвел ничего просто так не делает. Это явно какой-то умысел в этом есть. Просто раздразнить бабу Таню или зрителей, которые будут смотреть и все это раскрутить на комментариях. Надя точно так же ветровку не брала. Сейчас в ней едет. И эти деньги Самвел тоже заставит ее взять. Я так и не поняла, в чем для Нади проблема. В том, что, как она сказала, люди будут проклены на нее писать, если она возьмет деньги. Люди будут писать и говорить в любом случае. Читала цитату, кажется, Паула Кэлли сказал, что не имеет значения, что подумают другие люди. Поскольку они в любом случае что-нибудь подумают. Можно добавить, что и в любом случае что-нибудь скажут или что-нибудь напишут. Поэтому не стоит обращать на это все внимание. Надю проводили, облабызались. Не люблю я вот это вот как Надя. Да, я тебя потемаю. Вот эти все телячьи нежности, да еще и с посторонними людьми. А им нравится. Ну, как говорится, каждому свое. Надю проводили. Едет сын с мамой обратно. Сейчас Надя все косточкой перемоет, как это принято в их семье. Тему подкинул Самвел. Ну, ему же надо же что-то снимать. Дорога-то длинная. В следующий раз, говорит мама, договаривайся с Надей сама. А меня не вмешивай в свои отношения. Не хочешь, мама, чтобы Надя приезжала? Вот так прямо ей и говори. ТВ заложила севку со всеми потрохами. Говорит, все, договорились. Больше ни ты, ни Надя командовать мной не будете. Значит, все-таки Самвел навязывал ей свое мнение. Навязывал общество Нади. Если бы Самвел маме сказал, сколько приносят дохода видео с участием Нади, возможно, она и по-другому бы к этому относилась. Она видит только то, что Самвел дает Нади и дает немаленькие суммы. Если бы он сел и поговорил с нею без камеры, сказал бы, мама, вот Надя приехала, да, на два дня. Я снял вот столько-то видео. Заработал на этом примерно столько. Конечно, большая часть останется мне, а маленькую часть я дам ей. Ты не смотри, что я дал пять тысяч. Это для тебя много и для нее много. Но заработал я на этом еще больше. Из этих денег ты тоже будешь иметь выгоду и побольше, чем Надя. Вот помимо того, что она тебе будет готовить, она же еще и еду привезет, деревенские продукты. И мне не нужно будет ходить по магазинам и тратить драгоценное время, которое я лучше потрачу, снимая тебя и Надю. Нам всем это выгодно. Ты пойми эту простую истину. И она поняла бы, ну тогда не было бы этих съемок. Как ТВ-шка против Надяных приездов. Как она не хочет ее видеть. А это ведь тоже дополнительные съемки. А стало быть, дополнительный доход. Мамка не сможет сыграть недовольство. Она поймет, что выгодно. И все спустит на тормозах. И зрители, конечно же, сразу это увидят. И это уже будет халтура. Поэтому Самвел этим заниматься не будет. Ему проще в следующий раз заставить, действительно заставить мамку в очередной раз принять Надю. Вопреки ее воле. ТВ-шка говорит, Надя сейчас должна заниматься своим бизнесом. Она ей так и сказала, зарабатывай деньги, так как наступают холода. А это время простудных заболеваний. И деньги, Надя, тебе еще пригодятся. Так Надя и тут неплохо зарабатывает. Приехала на два дня. И вот, пожалуйста. ТВ-шка возмущается. Не успела Надя уехать. А зрители уже пишут и интересуются, когда Надя приедет обратно. Неужели в самом деле зрители мечтают видеть Надю на своих экранах? Конечно, интересуются. Если уж мы смотрим этот сериал, ну скучно наблюдать за одними и теми же персонажами. Когда приезжает Надя, ну хоть какое-то разнообразие же. Может быть, предполагает Самвел, Надя в следующий раз поедет на игре, не там остановится. ТВ-шка говорит, что она бы в жизни не поперлась бы туда, где семья. Мало того, что она все равно туда прется каждый раз, когда ее приглашают. Так, как она еще себя там ведет. Ее ведь ничто не останавливает от этих визитов. Весь туалет им обгадила. Вот именно у них ей, извините, срется так прекрасно. Ведь она даже не убрала после себя. Да что там говорить. Она даже не извинилась, что вот такая неприятность там с ней и произошла. Голову у них в раковине мыло. Зрители даже написали, да что там голова. Она ванну у них принимала. Я, честно, такого не помню. Может быть, это было на канале у Сытников, и поэтому я не смотрела. Но в любом случае, я не помню такого факта. В постели у Светы лежала, потому как она замерзла и легла погреться. Да, это я видела. А на диване, так они все там спят после еды. Это ж как надо нажраться, чтобы сон сморил. Или напиться, я не знаю. Но честно, вот ни разу я так не уставала в гостях, как они, чтобы мне вынуждена я была прилечь и отдохнуть. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.